Мы находимся сейчас в экотехнопарке возле первой анкерной опоры, жесткой линии номер один. Жесткая в данном случае подразумевается подвижность под нагрузками, то что она прогибается в пределах 5-7 миллиметров. Такая точность необходима для мягкой и комфортной отработки подвески во время движения, особенно на высоких скоростях. Чем выше скорость, тем быстрее скорость срабатывания подвески. Соответственно, если жесткая линия прогибается от промежуточных опор в центре, чем быстрее скорость, тем быстрее должна отрабатывать подвеска. И, соответственно, чем меньше ход подвески, динамический в данном случае, тем дешевле будет сама подвеска, тем комфортнее будет перемещаться транспортное средство и, соответственно, пассажиру в данном транспорте. Целесообразно размещать путевую структуру, особенно высокоскоростную, как можно выше над землей, в зоне второго уровня, где нет пересечения с горизонтальными объектами на поверхности земли, такими как дороги, такими как путепроводы и тротуары для перемещения людей и пассажиров. Трасса SkyWay уникальна в том, что имеет минимальную материалоемкость, поэтому, соответственно, и трудозатраты на ее изготовление будут в десятки раз ниже, чем у любой железной дороги или автомобильной дороги, спроектируемой и эксплуатируемой на сегодняшний день. Сама линия, она проектировалась и строилась в логике конструктивного минимализма. Здесь ничего лишнего нету, каждый элемент на своем месте, как говорится, минимум, но достаточно. Использованы стандартные применяемые стали в качестве несущих элементов, стандартные продаваемые дресса в качестве наполнителя, бетон. Проектируясь и строя линию, которую мы видим у нас за спиной, мы планировали ее общей длиной 17 километров, то есть достраивать еще 16 километров. Но в процессе согласования с землевыделением мы столкнулись, что на пути у нас стоят охраняемые болота, и, соответственно, пришлось нам прекратить строительство в данном направлении. И сейчас мы прорабатываем высокоскоростную трассу ближе к дороге Р-68, общей длиной порядка 22 километров, где мы сможем и развить скорость до 500 километров в час. На данной жесткой трассе отрабатываются сейчас как высокоскоростные, так и городские транспортные средства Юнибусы. Высокоскоростные отрабатываются на верхних поясах, городские, монорельсовые и берельсовые на нижних поясах. Но скорости на данной путевой структуре ограничены в связи с ограничением ее длины. Основная идея – это объединение городов, объединение стран, континентов, чтобы люди перестали мыслить расстояниями, не говорить от Минска до Москвы 800 километров, а сказали, да, тут полтора-два часа, быстро доедем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова